Сейчас самый пик популярности смартфонов с диагональю от 5 до 6 дюймов. Раньше такие девайсы выносились в отдельный класс, фаблеты, но сейчас так уже практически никто не говорит. Смартфоны, просто смартфоны. Остается практически незанятой, но востребованной ниша смартфонов с диагональю дисплея до 5 дюймов. И некоторые производители делают серьезные заявки на то, чтобы ее занять. Всем привет, с вами Катя, и в этом обзоре от компании Алоя познакомлю вас с одной из флагманских новинок Sony. Самой маленькой. Встречайте, Sony Xperia Z5 Compact. По нашим обзорам вы уже знакомы с другими компакт-флагманами этого производителя. Z1 Compact и Z3 Compact. Что же новенького мы увидим в Z5 Compact? Обрамление из матового пластика с гравировкой Xperia. Новая кнопка блокировки. Она стала больше, стала более утопленной и обзавелась дактилоскопическим сенсором. Чуть ниже качель громкости и кнопка затвора камеры. Миниджек сверху, а снизу порт microUSB с полюбившейся в сим-технологии Кэплесс USB, позволяющей не бояться попадания жидкости прямо в порт. Главное перед зарядкой подождать полчасика. И да, смартфон защищен по стандарту IP65-68, а значит можно драматично болтать под проливным дождем, драматично мыть его под проточной водой. Но вот драматично погружаться с девайсом под воду уже не стоит. Такое погружение чревато потери гарантии. Сзади матовое стекло с глянцевым логотипом. Выглядит прям супер круто. Я держу в руках коралловую вариацию Z5 Compact. А приобрести его можно еще в трех расцветках. Скромных белой и черной, а также в развеселой желтой. Тем, кто привык к лопатам, смартфон может показаться слегка маловатым, но на то он и компакт. Для таких людей существуют полноразмерные версии флагмана Z5 и Z5 Premium, обзоры которых вы скоро сможете увидеть на нашем канале. Работает Z5 Compact на восьмиядерном 64-разрядном процессном Dragon 810. Специально для тех, кто начитался всякого в сети и боится страшных перегревов, мы снимаем это на сухой-сухой соломе. Как видите, дыма нет, огня тоже, значит глупости все это. Тем более, что это уже энная версия этого чипсета, в которой все предыдущие баги были устранены. И работает он очень эффективно, как в плане производительности, так и в плане энергопотребления. Оперативки немного, 2 гига. Не так уж и много, недоверчиво скажете вы. Более чем достаточно, уверенно скажу я. Разве что вы пол-Google Play решите одновременно запустить. Встроенный 32 с возможностью расширения микро-SD-шками объемом до 200 гигов. Странное число, таких микро-SD-шек сейчас и нет. А если даже есть, то власти их коварно скрывают. Из беспроводных интерфейсов и навигаций полный набор. NFC, Wi-Fi, GPS, Bluetooth и все такое. Аккумулятор имеет емкость 2700 мАч. Не так уж и много, опять скажете вы. А вам, однако, не угодишь, скажу я. По факту, 2 дня работы в активном режиме. Плюс режимы стамина и ультра-стамина, продлевающие срок автономной работы. Так что не надо тут, скажу вам я. Кстати, в последнее время только у ленивого производителя не появился энергосберегающий режим. Причем один жестче другого. С нетерпением ждем, кто же первым выпустит режим ультра-агрессив стамина, бьющий током пользователя при попытке использовать смартфон с низким уровнем заряда. А что, жестко, но эффективно. С другой стороны, заряд будет сильнее расходоваться на электрошок. Дилемма. У аккумулятора есть еще один огромный, просто колоссальный плюс. Время зарядки. За полчаса батарея наестся на 60%. И это, я считаю, ух, какой результат. Дисплей на 0,1 дюйма меньше, чем у iPhone 6s. Наверное, такая диагональ выбрана не только для людей, привыкших к более миниатюрным, чем диктует тренду смартфонам. Она не вызовет шока и тахикардии у человека, решившего сменить iPhone на андроидную продукцию Sony. Цвета сочные и насыщенные, яркость обалденная. И для такой диагонали HD-разрешения более чем достаточно. Дисплей год. Если в плане разрешения вам опять маловато будет, как мужичку из мультфильма «Падал прошлогодний снег», то рекомендую тогда ждать обзор Sony Xperia Z5 Premium. Кстати, это первый в мире смартфон с 4K-дисплеем. Sony всегда славились камерами своих смартфонов. Их модули можно нередко встретить во многих флагманах других производителей. Естественно, какому-нибудь *** или каким-то *** не к лицу афишировать, что сами они не в состоянии сделать нормальную камеру, так что часто этот факт умалчивается. Как знать, как знать, возможно, именно в вашем смартфоне стоит камера производства Sony. Основная камера на 23 мегапикселя выдает великолепные, великолепные снимки. Хоть днем, хоть ночью, хоть притускло светящие лампочки, хоть в кромешной тьме, в общем, снимками, сделанными в любых условиях освещенности, таки захочется похвастаться. Благодаря невероятно быстрому автофокусу всего 0,3 секунды, ни одна деталь не ускользнет и не спрячется от объектива этой камеры. Снимки будут четкими с реалистичной цветопередачей в любой ситуации. Видео тоже очень даже на уровне, а благодаря поддержке записи при 120 кадрах в секунду можно делать довольно качественный слоу-моушен. Фронталка 5T мегапиксельная и снимает превосходные автопортреты. Ваши селфики залайкают по самое не хочу. Про видеосвязь вообще молчу, с ней все прекрасно. Объектив ширик, 25 мм. ЛАЙК! Работает компактик под управлением Android 5.1.1 Лолипо прямо из коробки. С обновленным фирменным интерфейсом от Sony. Никуда не делись малые приложения, они все так же исправно работают и свободно по мановению вашего пальца перемещаются по экрану. Самое значительное изменение – исчезновение панели управления и сортировки приложений, которое появлялось в главном меню по свайпу слева направо от края экрана. Каким бы мог быть премиальный флагманский смартфон в компактном корпусе? Наверное, только таким. Мощный процессор, достаточный объем памяти, великолепные камеры и превосходный дисплей, пыли- и влагозащищенность, стильный дизайн и длительное время автономной работы. А в этом обзоре от компании L.O. с вами была Катя и Малда Удал, Sony Xperia Z5 Compact. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!